Добрый вечер, дорогие друзья! Добрый вечер, дорогие друзья, зачем ты сбрил усы? Кому? Кому, себе, кому, ну я-то... Семер, по-быстрому объясни товарищу, зачем Володька сбрил усы. Да, да, проветривает, папа. Да надоело, надоело. Проветривает, вентилирует, да. Сегодня почему-то в сером, не знаю почему, но по-прежнему рыжебородный, такой сокладистый бородкой Дмитрий Малыгин. Да, друзья, всем привет, Игорь Силин в синем, с щетиной какой-то непонятный, но он тоже окей, почти бородач. Но даже все мы втроем, это совершенно вообще не главное сегодня. У нас сегодня в гостях, я бы сказал, что это два человека. Я бы даже сказал, что это три человека, друзья, потому что у нас в гостях, я бы даже сказал, человечище. Тяжеловес, российский боец смешанного стиля, в прошлом чемпион Беллатра или Беллатора, как вам больше нравится, Сань, как правильно, Беллатор? Как хотите. Ну, Беллатор или Беллатор, друзья, Александр Волков, ныне боец UFC, и все 24 октября могли иметь удовольствие лицезреть бой. Собственно, прямо в его день рождения. В его день рождения, вот, Пабло, поздравляшки. Да, в этот день был день рождения у Сани Волкова, который бился день рождения у моей мамы, и я очень болел за Сашу. Он победил крутым, крутым нокаутом. Первый раз, да, в истории UFC такое было? Первый раз в истории UFC я победил крутым нокаутом. Не, 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 первый раз в истории UFC был такой крутой нокаут. Ну, такой нокаут, да, таким ударом был. Либо вообще его не было ни разу, либо если был, то очень-очень давно, на самых ранних этапах зарождения UFC. Скажи, как ты повредил этого загорелого парня? Удар называется май гиря, если кто-то занимался каратэ, если кто-то занимался кикбоксиком, то фронт-кик. Это прямой удар ногой в корпус. Ну, как говорится, удар в печень никто не вечен. Удар был прямо в печень, поэтому... Хороший юмор. И он упал. Это даже я видел. И он упал. Друзья, если кто-то пропустил этот турнир, вы точно не пропустили, что в этот же вечер, ну, всеми нами любимый Хабиб Нурмугамедов тоже победил. Вот он не уронил никого, понимаешь? Вот я уже тогда, через два дня после окончания всех этих боев сказал, что я не болел за Хабиба, не болел, потому что мне в принципе неинтересно, и мне кажется, что смешное единоборство — это когда два мужика выходят и дерутся, да, а не когда один присаживается пятой точкой другому на лицо и начинает там на нем... Я понимаю, я понимаю, Саша прям хотел что-то сказать, но если бы я хотел посмотреть турнир по вольной... Если бы я хотел послушать, да? Если бы я хотел посмотреть турнир по вольной борьбе, я бы его посмотрел, да? Я хотел посмотреть смешное единоборство, поэтому я не болел и очень болел за Сашу, который, в общем-то, этим особо не, как сказать, не злоупотребляет борьбой. Да, друзья, как вы поняли, сегодня про машинки будет немного, но все-таки если у вас есть какие-то вопросы про машинки, если у вас, самое главное, есть вопросы к Александру Волкову, вы можете... Как стать чемпионом? Как побеждать? Что такое смешное единоборство? И как вот этот удар прямой ногой в печь провести? И как человек с такой спокойной речью, такой расслабленный, вот он к нам пришел, он даже еще по щелбану нам не ответил, хотя бы мы его уже несколько раз так подкололи. Вот как можно быть таким расслабленным и при этом вот одним ударом ногой в печень? Удивительно, что к вам в эфир приехала машина, и вы говорите не о машинах. И это тоже, да, друзья, если у вас есть какие-то вопросы... Это на закуску, на сладкое. Задавайте. Вы можете писать нам в WhatsApp, Viber, SMS по номеру 8-909-955-1030. Можете позвонить в прямой эфир. По номеру 223-55-50, код Москвы-495. Задать, Саша, любые интересующие вас вопросы вживую, голосом, по-настоящему. Это же так прекрасно. Самое интересное, если вы хотите посмотреть на человека, который состоит из двух людей в высоту и из двух людей в ширину, то вы можете подключиться к нашей трансляции в Инстаграме, радиошансон.фм. И там задать вопросы, посмотреть и что-то с нами обсудить. А у нас пока музыка. Поехали. Добрый вечер, дорогие друзья. Вечерний заезд. И мы продолжаем движение вместе с Александром Волковым, чемпионом. Чемпионом Беллатора, действующим бойцом крутейшего промоушена UFC. Это там, где все самые клевые, самые бодрые парни. Более того, как бы, кто бы что ни говорил, но Саша является одним из самых, скажем так, амбициозных тяжеловесов в России, в UFC российских. Многие, многие там сравнивают его с другими бойцами, но у него есть свой уникальный стиль, у него базовое карате, это круто. Он хорошо работает в стойке, это то, что я люблю, когда мужики дерутся. А самое интересное, что, ты знаешь, кто самый известный, ну, и российский, и мировой боец смешанных единоборств? Ну, я кроме Хабиба... Не, не, ну ладно, ну подожди, его теперь все знают, это, естественно, из каждого утюга. А еще? Вот, у него самый, он самый популярный... Самая красивая борода? Нет, самый популярный человек в российском инстаграме. Да, он даже Бузову обогнал. Нет, ну вообще, как бы, естественно, все любят Федора Емельяненко. И как бы считается, что, ну, и он действительно крутой. И я его тоже очень люблю, но... Но... Есть один нюанс. Есть боец, которому Федор проиграл, а Саша его победил. Ну-ка, отсюда поподробнее. Ну, есть такой боец, зовут Фабрисо Вердум. Да. Ну, я просто... Ну, скромный, скромный. Я с ним удачно подрался в тот момент, когда уже, наверное... Ну, не то, чтобы он на закате карьеры находится, он до сих пор выступает, но все-таки у нас с ним достаточно серьезная разница в возрасте. В момент, когда Федор дрался с Вердумом, я только, можно сказать, начинал свои первые шаги в ММА, в смешанных единоборствах. Ну, уже выступал профессионально, но у меня только были первые бои, дрался в российских промоушенах. А сейчас, когда мы встретились с Фабрисио, ему уже было там ближе к сорока. Я в самом расцвете сил. И все совпало. Где их таких делать? Я ему говорю, чувак, Емельяненко ему проиграл, ты его победил. Он должен был сейчас начать бить себя в грудь, сказать, да, нет, он рассказал все, как есть, что Фабрисо уже все. Он еще не все, он многих побеждает, он выступает, у него есть также амбиция сейчас завоевать полость и в Белатар. Он собирается переходить, он сам намеренно закончит свой контракт с UFC, потому что хочет там двигаться дальше. Так как у него был пояс UFC в свое время, хочет еще поясов. Поэтому он вполне еще выступает и конкурентоспособен. Но грамотный план на бой и... Точный расчет. И расчет, и возраст, и все остальное, это все влияет. Ну, надо сказать, что я с Фабрисо тренировался до нашего боя года 4 назад, то есть уже после... Тренировался вместе. Да, тренировался вместе, это было после боя с Федором его, ну, не сразу после, там, через, там, много лет после боя с Федором. Я был в Штатах, проходил свои сборы, Фабрисо готовился к двухметровому сопернику. Меня позвали как спарринг-партнеров для него, и мы с ним тренировались, там, около месяца вместе. Поэтому, в принципе, у меня были карты в руках, я знал, что он умеет, что нет. Подождите, но он же тренировался с тобой, у него тоже были эти карты. Да, он же... После нашего лагеря прошло уже с ним, с Фабрисо, где-то 4 года, поэтому я сильно вырос за это время. Но, как известно, часто те люди, кто доходит до вершины, тем более уже, там, в таком возрасте, там, как за 35, они редко меняют что-то в своих лагерях, в своей подготовке. А я за это время сильно вырос, поэтому не сумел дать ему хороший бой. Ну, и, в принципе, на спаррингах-то я не могу сказать, что я ему там в то время уступал, даже скорее нет. Поэтому зря он, конечно, согласился. Николай тебя спрашивает, Саша, какое самое запоминающееся приключение было у тебя с друзьями? Остается у тебя временно друзей? Сейчас у меня приключений с друзьями практически нет, потому что все мои приключения с друзьями заканчиваются тем, что мы собираемся вечером у меня или у них в гостях, и 4 стены на наши квартиры или дачи, они уберегают нас от любых приключений. Вот, но в студенческие годы, конечно, что-то было, но, как уже упоминалось, там, в перерывах между фирмами учился я на инженера, и был достаточно скрупулезен в этом направлении. Друзья, сейчас перебью, извините, Саш, вот эта вот фраза, скромная фраза, я учился на инженера, да, Саша закончил бауманку, бауманку, и по какой специальности, ну-ка, скажи-ка всем? Динамика полета и управление движением летательных аппаратов. Опа, да! Даже тебе сказать нечего? Вот этот инженер, который всегда инженерит, ему сказать нечего, это странно. Ну, и все мои приключения были, заключались в том, что каким-то образом мы отличались на парах, вот, после вечеринок и после еще чего-нибудь, и самое, наверное, такое одно из, ну, нет, приключений было много, но то, что сейчас приходит в голову, это как мы один раз собрались, замечали день рождения одного из друзей на даче, и в этой компании не было наших одногруппников, только вот один мой товарищ и другой был, одногруппник, мы поехали там, вообще, к друзьям из другой оперы отмечать день рождения, но утром нам нужно было на какую-то очень важную пару, мы на нее помчали, сели на электричку, при этом всю ночь, пока все отмечали день рождения, мы там рассчитывали какие-то, какой-то сопромат или что-то такое, делали какую-то курсовую, но при этом, конечно, как и все студенты, немножко выпивали, то есть это все было очень круто, весело, и, ну, мы закрылись на кухне, при этом писали, нифига не поспали, приехали на пары, на первую, и узнали, что, оказывается, курсовую сдавать сегодня не надо было, а мы очень сильно напрягались, и для нас это прям было вообще, ну, то есть это, конечно, не такое прям сильное приключение, но... Не-не-не, ну, ладно, тоже приключение, я понимаю. Это что-то из того, что меня определяет, потому что мы как бы все стараемся делать, как бы вовремя, в срок, несмотря на то, что при этом немножко хочется отдохнуть. Дисциплина, да, дисциплина, друзья, а у нас сейчас по расписанию мьюзик, и мы продолжим. Вечерний заезд. Добрый вечер, дорогие друзья, продолжаем движение вместе с Александром Волковым. Мне почему-то хочется сказать, что бойцом без правил, ведь так можно сказать? Ну, ну, совсем упрощенно. Так, конечно, лучше не говорить, потому что правил у нас много, и это... Ну, то есть, скорее для людей, кто не в смешанных единоборствах, наверное, так понятнее, чем мы занимаемся. Но, конечно же, это не так, и ограничение правил и, скажем так, самодисциплины у нас должно быть намного больше, чем у многих других представителей единоборств и спорта, потому что, когда правил минимальное количество и грань, она очень тонкая, вот тут очень сложно ее не нарушать. А вот теперь давай, самое главное, чего нельзя? Раз вы бои с правилами, что вот самое строгое? Мы тут будем долго перечислять. Ну, вот самое. Ну, запрещены там тычки в глаза, удары в пах, удары в позвоночник, много нюансов по ударам в борьбе, запрещены добивания ударами ногами по голове, когда человек находится на земле. То есть, достаточно много ограничений, это общее, да, то есть, как бы, ну, еще есть много нюансов касательно этого, которые запрещены. Но здесь вот именно вся сложность с тем, что, допустим, запрещен удар по затылку, но при этом мы же бьем по голове, причем бьем в маленьких перчатках и амплитудными ударами, и нужно понимать, что где у человека начинается затылок, это же такая... Ну, хорошо, а вот, ну, хороший пример, да, а вот он там, не знаю, ты уже замахнулся, да, и рука пошла. А он повернулся. А он в этот момент повернулся, да. Ну, если он повернулся там, то он сам виноват. А, окей, нормально. И вот сейчас, смотрите, Саша рассказал все вот эти ужасы, да, удары ногами по голове, а я, как бы, видел один из первых боев, Саша, когда с Плешаковым. И на этом видео... Это был сам первый. Да, и на этом видео отчетливо слышен комментарий тренера, который сказал, Сань, давай, не очкуй, вали его. Это был не тренер, это просто ребята были из нашей команды тоже, они приехали за дня поболеть, мы там приехали, вот, это был мой первый профессиональный бой на М1, селекшн, в то время. Ну... Отсюда вопрос, Сань, страшно, но вот ты идешь, идешь биться, заходишь в октагон, всем кажется, что это просто капец машина для убийства, и вот ты вот сейчас, в принципе, воочию перед нами в таком же виде, тебе страшно? Во-первых, оппоненты такие же большие и сильные, и накачанные, и пугают меня, вот. И пугают меня, да. Ну, я скорее считаю, что не страшно только дураку, то есть страх, он, страх, волнение, дискомфорт, там, в любом виде он все равно присутствует, и он присутствует не только в момент, когда тебя вызывают, вот, идти вот к октагону, а он присутствует в течение, там, какого-то времени еще до боя, это само собой, это, естественно, реакция нормального организма, и скорее нужно обратиться к врачу, и если этого нет, значит, что-то не так, либо с психикой, либо с гормональной системой, или чем-то еще, то есть это есть. Но с этим нужно уметь, этим нужно уметь владеть, то есть нужно понимать, почему это происходит, и понимать, что это, то есть эти системы организма, они нужны для того, чтобы быстро реагировать и уметь экстремально реагировать в таких, в критических ситуациях, ситуациях. Просто это нужно принять в сведениях и как бы с этим жить и просто этому доверять. Но при этом, конечно, не отключать голову. Короче, боишься, но научился этим управлять, да? Ну, типа того. Хорошо, а зачем тогда? Вот, ну, не знаю, если мне что-то страшно делать, там, мне это не нравится, я стараюсь этого просто не делать. Почему? Саша, это нравится, просто это... Не, окей. Подожди, подожди, подожди. Не-не-не-не-не. Я даже вообще, я сразу... Ты на тачке боком валишь? Да. Это опасно? Если это опасно, я стараюсь этого не делать. Мне в кайп. Я получаю от этого удовольствие. Вот, я поэтому спрашиваю Сашу. Саш, ты получаешь от этого удовольствие? Тут много факторов. Я получаю удовольствие не скорее от самого поединка, потому что в поединке эмоций практически нету, как ни странно. То есть в поединке эмоции отключаются. Я получаю удовольствие от того, когда поднимают руку. Когда ты побеждаешь, когда ты завоевываешь вершины, это, ну, это максимально приятное ощущение, которое сложно с чем-то сравнить. Ну, какое бы то дело ни было, если достигаешь чего-то, то очень круто. Наверное, вот за этим идут в бои, за как раз адреналином, и за то, что ты адреналин преодолеваешь, и выходишь победителем. Если ты вдруг проиграл? Ну, то есть ты понимаешь, что это я там лажанул, да, там где-то... Так, давайте так, у Сани это было восемь раз по официальной статистике, но спешу, спешу обратить внимание, что Саша тяжеловес, и у тяжеловесов это не ужасающая цифра, потому что там один удар решает все. То есть один раз прилетело, и можно сложить. И это тоже, как бы... Ну, и плюс, я же выступаю там практически с девяти лет. То есть я в спорте с самого детства. Я занимал сам детство каратэ, и постоянно практиковал соревнования, постоянно выступал, поэтому для меня это, в принципе, уже как образ жизни, и момент эти горы, когда ты испытываешь эти эмоции, волнения, там, и сброса, и победы, или поражения, они для меня уже, как бы, естественно, естественное ощущение организма. В какой-то степени к этому, конечно, привыкаешь, но поражения, они всегда неприятны. Я стараюсь из поражения брать какую-то злость, и на этом расти, как бы, мотивацию дополнительно для роста, для саморазвития, и анализа себя. Настоящий умный боец-инженер делает выводы из всех поражений. Друзья, у нас музыка, и мы к вам вернемся. Вечерний заезд. Добрый вечер, дорогие друзья. Вечерний заезд мы продолжаем вместе с Александром Волковым немножко про автомобили, и в большей степени... Про автомобили еще поговорим, но просто интересно же. Успеем. Да, друзья, вы можете задавать свои вопросы в мессенджер, ватсап, вайбер, смс, по номеру 8, 909-955-103-0. Можете позвонить в прямой эфир. По номеру 223-55-50, от москвы 495, естественно, и в ватсапе есть сообщение. Оно длинновато, я его быстро прочитаю, но не могу не прочитать. Всем привет. Хотела выразить свое восхищение Александром Волковым. Вся моя любовь к смешанным единоборствам, эта девушка, заметьте, началась именно с него. Когда-то пару-тройку лет назад я пришла на первые, так сказать, мои бои, тогда еще М1. Начинались они в 19.00, и я как села на лавочку, так только в 12 ночи, и встала с нее, посмотрев финальный бой Александра Волкова. Мы его ждали, ждали, и в итоге Саша отправил в нокаут за 40 секунд своего соперника. Вот и весь бой. И сейчас с удовольствием смотрела его выступление в UFC. Наталья тоже в прошлом инженеру. Удачи и побед. Спасибо. Спасибо. Кстати, по-моему, не было у меня в М1 таких боев, чтобы я заканчивал за 40 секунд, и при этом это был финальный бой вечера. У меня был такой поединок. Может быть, это просто для девушки был финальный бой вечера. Подставная Наталья. Нет, это, скорее всего, был тот вечер, в котором дрался Федор Миряненко и потом с Джеффом Монсоном в последнем поединке. Вот я в этот вечер как раз быстро закончил свой бой. А, или это был, возможно, был не М1. Был один турнир, где я быстро закончил тоже бой в Питере. Ну, не имеет значения. Спасибо за то, что болеете. Девушка, девушка. И, судя по фотке на аватарке, она тоже занимается какими-то единоборствами. Скажи, пожалуйста, Саша, как происходит так, что инженер, все-таки, это же вопрос, который, наверное, у всех на устах, ты инженер серьезного вуза, серьезный... Мы, наверное, привыкли к тому, что все-таки бойцы, они немножко отбиты. Ребят не сильно, да, сообразительные. Ну, получилось наоборот, что то, что я поступил в МГТУ имени Бауна, меня и привело к спортивной карьере, как ни странно, потому что я занимался всю жизнь каратэ, с самого детства учился в физико-математическом лицее 15-25, то есть, в принципе, шел уже по стопам, чтобы поступить в институт, быть инженером и так далее, но при этом занимался спортом всю свою жизнь. Но у меня такая есть проблема, у меня бронхиальная астма с детства, и поэтому меня в институте не брали, ну, мне хотелось заниматься физкультурой и сдавать зачеты. У нас в Бауманке очень большой спортивный комплекс, манеж, с огромным количеством видов спорта, и меня не брали никуда, ни в один вид спорта, потому что у меня была справка о том, что моя группа здоровья не позволяет из-за астмы заниматься чем-либо еще, кроме как теорией спорта, вот, а теорией спорта мне заниматься не хотелось, потому что всю жизнь занимался спортом, мне хотелось бегать, там, играть в футбол, хоть что-то делать. — Практики. — Ну да, ну, какой-то практики, просто для поддержания здоровья, потому что я понимал, что астма требует поддержания здоровья, чтобы не было ухудшений. Вот, и мне пришлось пойти на каратэ немножко схитрить, не показывать эту справку с самого начала, сначала я себя проявил там на тренировках, мной еще задержался тренер, сказал, ну, давай, там будешь выступать, а я уже выступать не собирался, потому что думал, что буду учиться. Ну и так получилось, что начал выступать, он немножко закрыл на это глаза, на эту справку, потому что понял, что уровень у меня хороший уже был в то время. И благодаря вот этому я начал выступать каждый месяц в институте за институтскую команду, что привело меня через год на турнир по Покрациону. Покрацион — это уже смешанный такой вид, близкий к ММА. А на Покрационе уже постепенно я стал матереть, выступать на Покрационе, познакомился с другими людьми, которые мне предложили съездить на сборок Федора Емельяненко в Старый Оскол. Я сядил туда, а тренеры там уже предложили мне выступить по боям. И вот так все закрутилось. Все, по сути, потому что меня в МГТУ не бавно не брали на футбол и на легкую атлетику. Расскажи про этот тренинг-кэмп с Емельяненко в Старом Осколе. Он крутой? Он помогает? Я был в команде Федора, тогда называлось Рэд Дайл, потом Александр Невский, где-то около двух лет, наверное. То есть я выступал за них, тренировался с ними вместе. Но при этом, конечно, мне нужно было еще учиться, потому что я жил в Москве и учился в институте. То есть я приезжал на небольшие сборы. Ну, это очень крутой лагерь. Даже так, это очень большая база, которую там я получил, я использую до сих пор. То есть базовые знания о смешанных единоборствах, о разных родах вещах, они заложены были там. И как бы очень большая благодарность за то, что я туда попал. Ну и кроме знаний, так еще и начало моей карьеры тоже было заложено благодаря этим тренерам и этому лагерю. Супер. Извини, перебью. Есть сообщение в WhatsApp. Добрый вечер. Радио Шансон. Вопрос к Александру. Ваш самый запомнившийся бой. Александр из Сыктывкара, между прочим. Это ко мне вопрос. Да, но ты один Александр и бои у тебя в одном. Ну, запоминаются самые последние бои, конечно. То есть самые последние запоминающиеся, но они сразу забываются, когда объявляют нового соперника, ты уже думаешь о будущем бою. Не-не, ну самый такой крутой, трепетный, когда ты, понимаешь, да, я вот сделал все, я вывернулся мехом наружу, но я смог. Ну, наверное, один из самых запоминающих, эмоциональных для меня был поединок со Стефаном Штрува, который двухметровый парень. И ты тоже. Он 2,11, выше меня ростом, но он был эмоционально не потому, что это был бой именно с ним, он был эмоционально потому, что у меня была в тот момент беременная жена, моим сыном, и мне как бы эмоционально как бы я дрался с мыслью о том, что я вот выхожу, дрался с свою семью. То есть я с этим мыслями часто выхожу, но в момент, когда вот у тебя ты ждешь ребенка, ждешь сына, это особенно как бы важно. Я как бы все так настраивал, эмоционально для меня это было очень важно. Скорее вот этот поединок, но он связан больше эмоции с переживанием моими внутренними вне октагона. Красавчик мужик. И коротко, потому что у нас остается до музыки 20 секунд. Жена не смотрит бои? Ну, она смотрит краем глаза. Краем глаз, пока укладывает детей, сейчас там Санька поделется, приедет домой чемпионом. Классно. Друзья, у нас музыка, и мы продолжим. Вечерний заезд. Добрый вечер, дорогие друзья. Вечерний заезд. У нас по-прежнему Александр Волков, боец смешанного стиля. Спасибо. Я каждый раз хочу сказать... Боец крутейшего промоушена UFC. Это самое крутое, что может быть. Да, вы можете не только слушать нас на радио, но еще и смотреть нас в Инстаграме на радио Шансон ФМ, и туда подтянулись мама, Саша, папа, и даже тетя из Иванова. В общем-то, мама, между прочим, дает советы, как выкормить вот такого богатыря. Да, всем большой привет. Все мои родственники, мама, папа. Ну ладно, все, они же тебя уже смотрят в Инстаграме, уже пообщайтесь. Да, так как мы все-таки автомобильная программа, мы не имеем права тебя не спросить. На чем ты к нам приехал? Не, подожди, не так, окей. Права купил или сдавал? Права я сдавал, конечно. А, ну подожди, ну да. Что ж, инженер. Я сначала сдавал, а потом купил. Сначала пытался сдать. Слушай, так все делают, чувак, все пытаются сдать, не получается. Я пытался сдать, но я честно учился очень досконально и даже брал дополнительные уроки там с автоинструктором, то есть прям как бы выехал на дорогу только тогда, когда уже был точно уверен, что никому не наврежу. А, то есть ты сначала купил, а потом брал дополнительные уроки? Нет, нет, это все было в процессе, потому что через этого инструктора я это все и брал. Не говори, кто это, а то человек отъедет. Хорошо, а в итоге купил, сдал, но ездишь сейчас неплохо. На чем гоняешь? Мы же автомобильная программа. Гоняю на белом большом Land Cruiser 200. Как? Подожди, но есть же нормальные машины. Есть нормальные тачки. Слушай, это скукотища. Почему Land Cruiser? Ну, есть нормальная тачка, на которой я езжу, потому что она, во-первых, большая, просторная, брутальная, мужская, надежная машина, и что немаловажно для меня, это комфорт. Сейчас я к вам ехал по вокруг Олимпийского, там дороги с этими трамвайными путями и прочими, хрен нормально проедешь, а я как бы ехал, не трясся мягко, ровно. Для меня это как бы, можно сказать, ну, не идеальный, если можно сказать, если идеальный существует, но один из самых лучших автомобилей, который может быть для меня. У тебя бензиновая или дизельная тачка? У меня бензин. Бензин. Да, большой, мощный. Сколько жилить? Сколько пресс? Сколько жилить, сколько пресс? Бойцы UFC не считают такие. Окей, оставим Toyota в стороне, пусть она аккуратно припаркована. Что вообще для тебя автомобиль? То есть, насколько тебе это близко, не знаю, ты готов там, куда-нибудь вдаль, там, к морю? Вот, сколько времени ты проводишь в машине, насколько тебе это в кайф? Вообще, да, тачка для тебя это удовольствие? Почему мне и нужен комфорт? Потому что в машине я провожу очень много времени, особенно учитывая, что я несколько раз в день езжу там в зал, из зала домой и туда-обратно, то есть, получается, четыре раза минимум сажусь за руль на часовые поездки. В машине мне нужно еще отдохнуть, чтобы нормально восстановиться между тренировками. Это тоже часть там, чтобы не нервничать там, не дергаться и так далее. Вот. Ну и также любители выехать на дачу, выехать, бывают дальние путешествия. То есть, ты готов выехать на машине? Потому что многие люди говорят, что, ну, если у меня есть бабки, зачем я поеду на машине? Я на самолете полечу. То есть, для тебя путешествия на машине это кайф или все-таки нет? Я не то, чтобы просто любитель летать на самолетах. Я, конечно, летаю, потому что мне это необходимо в плане профессии. Но, как бы, несмотря на то, что я инженер в этой специальности... Именно поэтому ты и не любишь летать на самолетах. Не то, чтобы я физике не доверяю, но я, можно сказать, не доверяю больше человеческому фактору, хотя сейчас все, конечно, очень круто, но, тем не менее, каждый раз полет на самолете меня вызывает внутренний дискомфорт и меня немножко это напрягает. Поэтому часто там различные поездки, например, на какие-то юга мы часто можем выехать в пределы России. Мы можем выехать на машине и это комфортнее. Ну, то есть, машина под рукой потом... Наш человек. Ну, слушай, двухсотка, честно говоря, для этого подходит. То есть, чтобы катить далеко. В отличие от нас многих, Александр только вернулся из Абудаби, с Бойцовского острова, где проходил турнир UFC, и он смог пересечь границу. Была какая-то крутая история, как вы не могли то ли вернуться, то ли туда. Ну, история в том, что нас там ждали шейхи, которые помогли устроить турнир UFC на этом острове, условно, который этому всему поспособствовали, а египетская авиакомпания, она об этом не знала, которая нас везла, и требовала от нас визы для въезда в Абудаби. Соответственно, немножко позадержали нас, пока им не позвонили. Ну, отменили. Мы слетели с рейса, потому что прям было по пересадкам очень быстро. Потом им позвонили, им все объяснили. Принципиальные египетские авиакомпании. Да, и мы уже долетели, было нормально. И что, кстати, немаловажно для вашей передачи «Автомобильник», я понимаю, мы жили в отеле прямо около трассы «Формулы-1», даже трасса «Формулы-1» проходила под отелем, там, частично. Тот отель, в котором часто там останавливаются, чтобы смотреть сами эти гонки. И, ну, естественно, гонок мы не видели, но видели тестовые заезды спорткаров и болидов «Формулы-1». Было достаточно интересно. Но ты как мальчишка смотрел, то есть тебя это завораживает? Это шумно, во-первых, конечно. Ай, все, инженер, все понятно, все, все. Хорошо, Саша, другой вопрос, у нас остается совсем мало времени. Ты сам сказал, по-моему, было во время Инстаграма, неважно, что человек в 40 лет, боец UFC, в 40 лет ты уже пенсионер, по сути. Ну, не пенсионер, но у нас... Близко к вопросу в чем? Вопрос вот твои планы на, там, не знаю, на жизнь после 45. Ты вернулся бы к своей профессиональной карьере, к профессиональному образованию или вернул, там, не знаю, стал бы тренером, например? Твои планы вот на долгосрочные? Скажу так нескромно, что у меня получается хорошо все, за что я берусь. Все, красавчик. Поэтому я могу заниматься тем, чем мне понравится заниматься в 40 лет. Не знаю, что это будет. Тебе грозит бой за титул чемпиона UFC в тяжелом весе? Конечно, грозит. Конечно, грозит. Все, и именно поэтому... Это я ему грожу. Это Саня ему грозит. Мы будем болеть, мы все будем ждать. Вся страна любит Сашу Волкова, нашего бойца, друзья. Новых побед тебе, спасибо, что было. Да, было клево. И до понедельника, до следующего. Пока-пока. Вечерний заезд с Игорем Сириным и Дмитрием Малыгиным.